Стена в самой обычной многоэтажке может стать произведением искусства, если за дело возьмутся художники. А в случае, когда кисть в руки берет паевский мастер, весь подъезд становится похожим на шкатулку. Так Владимир Васильевич преобразил дом, в котором живет. Мы начали делать ремонт этого подъезда. Он был такой весь, уже затертый за столько, за 10 лет. И когда уже сделали, я смотрю, какие стены такие скучные. И я соседям говорю, я ее распишу. Они согласились, говорят, давай. И я вот потихоньку начал. Может, год назад этот рисунок наметил. Потом белилами сначала, видно, что белило не нарисовано. Сделал белил, и потом уже, как сказать, дело пошло. Сюжет художник подчеркнул в сказке о царе Салтане. Его работа называется «Три чудо». Все как у Пушкина. Богатыри в доспехах и дядька Черномор, который, кажется, тянет руку в сторону дверного звонка. Царевна-лебедь, белка со своими сокровищами. Рисунок для Палиха традиционный, но мастеру хотелось сделать его чуть-чуть посовременнее. Решил не вводить много цветов, чтобы картинка не получилась тяжелой. Соседи восхищаются работой художника. Нам, как соседям, это вообще очень нравится, потому что дом становится более уютным, таким презентабельным достаточно. До ремонта у нас здесь были обшарпанные стены, покрашены в какой-то непонятный цвет, замалеванные, испачканные. Вот, пожалуйста, наш сосед добрый так все сделал красиво. А вот еще один пример творческого подхода к украшению дома. На этот раз частного. Забор в виде цветных карандашей появился на улице Голикова. Это вообще фанерное производство у нас в Палихе. И вот отходы от него. И возникла такая идея воздвигнуть такой забор. Изначально хотелось как чистокол, но не понравилось. Перекрасил в такой цвет. Так и получилось. Карандашами называют заостренные доски. Хозяин дома не подозревал, что такие заборы специально делают во многих городах модные дизайнеры. Объект в Палихе стал туристическим. Действительно, пройти мимо не сделало фото невозможно. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова, Палих.